Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новый третий выпуск рубрики «Скупила все попыты по цветам». Сегодня у нас желтый цвет, но напоминаю, что на канале можно найти уже «Скупила все попыты черного цвета» и «Все попыты розового». И под этими видео самыми-самыми популярными запросами было скупить все попыты желтого цвета, что я и сделала. Ну а кто ждал эту рубрику, обязательно ставьте лайк, ну и подписывайтесь на канал, потому что многие из моих подписчиков смотрят видео без подписки. Ну а прямо сейчас я передам приветы своим самым активным подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Тык! Ребята, огромный вам привет! Желаю вам всего самого прекрасного и шлю лучики добра! Надеюсь, что у вас все супер хорошо. Ну и пишите комментарии, чтобы попасть в мой следующий ролик. Ну а теперь начинаем, поехали! Та-да-да-да! Вот такой огромный наполненный пакет с желтыми попытами у меня есть. Я предлагаю вам быть очень внимательными и сосчитать, сколько всего у нас сегодня будет фиджетов, потому что здесь же не только попыты могут быть и поп-тюбы, и симпл-димпл, и так далее. Так что считайте, сколько всего было фиджетов и пишите в комментариях. Ну а я буду начинать! И достаем первую тройку! Да, ребят, именно тройку. Та-дам! Это эмон-кассеры желтого цвета. Я скупила все. Первый, второй классический желтый и третий. Начнем мы, наверное, с вами с классического. Посмотрим, чего он стоит. Мы сегодня должны выяснить, какой попыт или же симпл-димпл желтого цвета будет самым крутым. Вы тоже можете писать в комментариях, какой вам понравился больше всего. Но сейчас смотрим на этого желтенького красавчика. Я так думаю, эта сторона плохая. В принципе, он достаточно плотный. Пупырьки приятные. Но пупырил он с этой стороны не очень. Слушаем с обратной. По-моему, очень хороший результат. Поставлю ему 5 из 5. Переходим к желто-оранжевому эмон-кассеру. Слушаем. Он еще более плотный, чем предыдущий. Очень тяжело нажимать на пупырки. С обратной стороны. Ну и звук, конечно же, громче. И звонче. Как вам этот эмон-кассер? Напишите в комментариях. Мне он понравился больше, чем предыдущий. Просто желтый. Ему поставлю 5 с плюсом. Либо же с того надо снимать баллы и ставить 4,5. Ну ладно, этот будет просто 5 с плюсом. Переходим к следующему. Оранжево-желтому. Он по текстуре такой же, как и этот. Жесткий и очень плотно проминаются пупырки. Обраточка. Вау. Достойный, ребят. Но все-таки вот этот был лучше. Так что этот 5 из 5. А этот среди всех эмон-кассеров лидирует. И у него оценочка 5 плюсом. Теперь он у меня самый любимый. Ну что ж, убираем их в стороночку. И достаем следующие попыты. Теперь я не знаю, что тут будет. Будет полный сюрприз. Ох, это классический попыт восьмиугольник. Да, да, ребят. Это восьмиугольник. Надеюсь, он будет качественным. Но сейчас я уже чувствую, какой мягкий силикон. Крайне отличается от предыдущих. Он даже обратно впупыривается. Вообще некачественный. Смотрите, нажимаю. А половина обратно впупырилась. Вообще некачественный. Он даже так не хочет впупыриваться. Смотрите, на весу пупырю. И пупырьки возвращаются. Ужасно. Просто фейл. Я не помню, сколько он стоил. Но я надеюсь, не очень дорог. Потому что результат очень плохой. Смотрите, он вообще не пупырится. Это твердая единичка. Поставим этому попыту кол. Он вообще ушел со съемок. Он забежал. Он не выдержал этого позора. Надеюсь, следующий попыт будет разорваться. О, это же лимончик, ребята. Смотрите, это супер новинка. На всех маркетплейсах лимончики появились совершенно недавно. И они такие масенькие. Смотрите, какие пупырки масенькие. Ох, ну хоть пупырится. Это уже радует. Теперь слушаем. Лимончик полностью оправдал мои ожидания. Правда, я думала, что он будет немножечко побольше. Но ничего, не в размере их дело. Так что ему я поставлю твердую пятерку. Мне очень понравилось. Приятные маленькие пупырки. Ну, и, наверное, плюс то, что он компактный. Можно взять с собой куда-нибудь в дорогу, в магазин, в гости. Ну, или куда-то в туалет, например. Так что его компактность это определенно плюс. Ну, и звук офигенный. Следующий пупырки это не пупырки, а это антистресс банан. Наконец-таки он у меня есть. О, божечки. Есть такой карабинчик. Можно куда-нибудь повесить. И сейчас мы нажимаем. Должны вот эти рожицы прыгать. Так прикольно. Как маленькие птенчики. Ну, почему по бокам не вылазят? Только средний. Смотрите, какой шустрый. Эти вообще не хотят. Может, под это подсобить? Давай. Что-то вообще не хотят. Только средний такой самый живчик. О! Слушай, вытащили, да его? Ну-ка, давай-давай. Давай. Помогай птенчику вырваться на волю. О! Теперь этот не хочет. Я хочу, чтобы сразу все три. Раз, два, три. Прикольная штука. Я хочу ее себе на ключи повесить. Либо тебе я могу подарить, как хочешь. Ну, давай. Подарила. Оценочку этому антистрессу я поставлю 4 с плюсом. Вроде прикольно, но не все пупырки сразу. Переходим к следующему. Это опять не попытки, не симпл гиппу, а снайпер с желтого цвета. Та-дам! Давайте сначала посмотрим, как он выполнен. А выполнен он не столь качественно. Видны все вот эти вот зарезики, зарезики, углы, заломочки. Ну, надеюсь, будет классно снайпить. Ну, блин! Он сам расснайпивается. Я хочу, чтобы вот так вот сжал, перевернул и разжал. Но, видимо, это уже не в этой жизни. Все снайперы именно такие. Похоже больше на эспандер для рук. Ты сидишь такой, качаешься и становишься супер-пупер-мега-сильным. Поставим 4 с плюсом. Следующий. Моя любовь! Поп-ит на пластмассовой основе. Погнали. Пушечка? Ребята, нет слов. Это лучший поп-ит из всего желтого видео на данный момент. Пока что его ничего не смогло выделать. Он самый-самый крутой. Это 6 из 5. Он очень классный. Пупырит очень клево. Качество классное. Все желтое, все красивое. Ух! Это мой фаворит на данный момент. Может быть, все изменится. Так что смотрим следующий. Уточка! Подождите. Я считаю, будет правильным к этой большой уточке сразу достать вот эту маленькую уточку. Смотрите, это мать, а это дитя. Начнем с большой. Она такая приятная. Силикон мягкий, но при этом не слишком. Знаете, не как у Пупыта, который вот сбежал и который был с позором выгнан с этих съемок. Он приятный. Он хорошо пупырит вроде бы. Вот уже все накаркала, уже не пупырит. Да не, вроде нормально. Я люблю такие. Они мягкие, приятные и похожи на силиконовые формы для выпечки. Слушаем. Вау! Сладость для моих ушей. Пятерка твердая. Очень приятный, мягкий пупыт и с очень офигенным звуком. Теперь смотрим на малышку. Та-дам! Тут у нас очень мало пупырок. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять пупырок! Как ты думаешь, пятерка? Мне кажется, да. Пять плюсов. Это лучший брелок, я бы сказала, в моей жизни. Обычно они все плохо пупырят. Единогласно было принято решение поставить обоим этим пупытиком пятерочки. Следующий. Это желтый круг пупырят. И походу не простой, как я думала, а с алфавитом. Ой, такой приятный. Очень приятный. И тут действительно есть английский алфавит. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, K, L, M, N, A, O, P, O, T, A, Q. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ну и тут просто две пупырки. Такой звук необычный, нестандартный. И вот так, походу, не делается. Нет, делается. Необычный звук. Согласитесь, не такой, как у всех. Балдеж-кутеж, я считаю, так что пятерочка обеспечена этому попытку. Не ожидала от него. Думала, будет обычный, скучный, круглый попыт. Но тут еще и алфавит, еще и звук классный. Так что... О, Боже! Что не попыт, то радость. Этот попыт я ждала очень долго. Я хотела его именно в этом цвете. Я не знаю, как называется это животное, но, наверное, это какая-то медуза. И на этой медузе нарисованы медузяхи на каждой пупырке. Он такой тяжелый, именно того качества, которого я люблю, как там всякие крабики, лягушки и так далее. Выглядит шикарно. Теперь слушаем его. Глаза не шпукуются. О, Боже, да. Он крутой. Глаза не пукают. Да, ребята, он именно такой, как надо. Тут со всех сторон нарисованы медузяхи. И с этой стороны, и с этой стороны. С этой, и с этой. С этой, и с этой. Он крутой. Что-то я сегодня как-то очень лояльно ставлю оценки. Но это пятерка. Мне очень нравится. Следующий. О, желтая кошка. Зацените, как выглядит. Она с каким-то странным серым оттенком. Не такая яркая желтая, как все остальные попыты. Что? Что это такое? Что это такое? Просто я не понимаю. Они все возвращаются. Ни одна пупырка не хочет поворачиваться. Мы нашли самый плохой попыт в мире. Он вообще не пупырит. Как это возможно? Я не думала, что такие плохие вообще существуют. Ладно, одна пупырка. Ну ладно, 10 из 40 не пупырят. Но тут все. Все. Может быть, в этом есть какой-то свой шар? Ну, не знаю. Меня прикалывает, что они возвращаются. Ну, так не должно быть. Не должно. Что за подстава? Что за подделку мне кинули? У кого-нибудь было такое? Что вы делали с этим попытом? Может быть, его заморозить? Или кипятком? Или в снег? Или на крышу? Или под солнце? Или под воду? Куда его засунуть, чтобы он стал нормальным? Или все потеряно? Следующий. Это сердечко. Оно тоже непростое, ребята. Это сердечко с английским алфавитом. Мы с вами обучаемся и обучаемся. Становимся умнее с каждым днем. Ну что ж, давайте проверять. Надеюсь, оно будет немножко лучше, чем предыдущий котик. Ох. Уже успех. Сердечке так неудобно играть вообще. Не знаешь, куда деть пальцы. Ну, слушаем, как будет пупырить это сердце. В принципе, неплохо, но что-то меня в нем смущает. Я даже не знаю, что. Наверное, то, что невозможно сделать вот так. Смотрите. Что за приколок? Очень странный материал. Он похож на какую-то резину. Он вроде бы приятный, вроде бы неприятный. Ну, в общем, сердечко, конечно, нормальное. Так что поставим ему 4. 4 балла. 4. Идем к следующему фиджету. И это не фиджет. Это мой первый в мире крабик. Получите 100 рублей. Оставьте положительный отзыв на сайте Валбрис. Вот откуда появляются положительные отзывы на Валбрис. Пришлите скриншот отзыва в WhatsApp на номер. Мы переведем 100 рублей вам на счет телефона. Офигеть, ребята. Вот она коррупция. Коррупция в прямом смысле слова на Валбрис. Я с таким сталкиваюсь впервые. Меня не подкупить вашими 100 рублями. Надеюсь, хороший будет крабик. А то у меня уже какие-то сомнения. Когда мне предлагают деньги, мне кажется, что что-то тут не так. Тут оранжевая сторона. И она грустная. Нас не интересует. Мы переворачиваем. И получаем желтую сторону, которая веселая. Так что сегодня я мистер краб. Кто ты сегодня? Он или он? Пиши в комментариях. Ну, я пока что вроде бы он, но еще не вечер. И кто знает, может мне кто-то испортит настроение, и я буду им. Игрушка зашибенная. Конечно же, она клевая. И я бы написала им положительный отзыв, если бы мне не прилагали 100 рублей. Идем дальше. Это динозавр. Динозаврик. Чи-чи-чи. Он такой прозрачный. Я, конечно, не вижу вас через него, но он реально прозрачный. Я уже боялась, что динозавр будет как кошка не попырить. Но вроде все пупырки выпупыриваются. Ну, не очень, вы же сами слышите. Вроде бы и нормально пупырится, но звука как такового практически нет. Хорошо, что пупырки вообще пупырятся. Так что этому динозаврику я впервые за это видео поставлю 3 балла. Хотя он красивый. Но и пупырок мало, так что 3. Идем дальше. Вот что масенькое. Это брелок Simple Dimple. Смотрите, какой крутыш. За свои деньги я считаю, что он просто шикарный. Ну и можно подвесить куда-нибудь на ключики, на рюкзак и так далее. Пятерочка. Следующий. Так, что-то большое. О, это... О, приятный. Такой даже как будто немножечко бархатистый. Не очень сторона. Теперь та, что очень. Кит был классный. Даже помню, что он был достаточно дешевый. И за свою цену он вообще огонь. Просто пушка-пулемет. Кит, добро пожаловать в семью. Следующий. Так, у меня тут два варианта. Большой или поменьше? Большой. И большой вариант. Это вот такой квадратный попыт. Он очень тяжелый. Потрогай. Ого, реально. Вес его как будто в три раза больше стандартного попыта. Интересно, за счет чего? Тут есть алфавит. И, видимо, очень большие вот эти вот стенки. Он очень тяжелый. Погнали. Ого. А неплохо. Очень даже хорошо. Достаточно приличный попыт с неприличным кликанием. Очень классный. Кайфовый. Видимо, за счет его веса издается громкий, шикарный звук. И стресс реально снимается. Прям идеальный. Следующий кричит заведующий. Это брелок ананас. Кстати говоря, вот этот ананас был дорогущий. Ну, учитывая его размер, то вообще очень дорогущий. И мы получаем вот такой карабинчик серебряный. И достаточно плотный ананас с ананасинками на самих пупырочках. Качественный. Да, ребят, очень качественный. А если играть в подвешенном состоянии? Он покорил мое сердечко. Не знаю, как вы, я люблю именно вот так на весу играть в попытки. Ну, хотя по-разному люблю. А если ему еще и карабинчик прифигачить, то вау, вообще цены ему не будут. Очень крутой. Ставим в самую высокую оценку. Ух, там еще дофига попыток, так что продолжаем. Давайте, следующий будет попыт чехол на наушники. Это на AirPods. Да, конечно же, он желтый. У меня уже целая коллекция подобных чехлов. Есть и розовые, и черные, и серые вроде бы. Вот желтых как раз-таки нету. Сейчас будем проверять, как пупырит. В эту сторону, вообще беззвучно. А теперь вот так. Эти маленькие пупыринки, такой необычный звук издают. Теперь проверяем Simple Dimple. Тоже очень классный. Все это нужно собрать, нацепить на AirPods, и будешь самой сильной на райончике. Мне очень нравится, такой яркий желтый цвет поднимает настроение. Такс. Зачем я туда подглядываю? Ну, давайте вот это возьмем. Мой один из первых треугольников пупырит. Из них можно собирать самые настоящие пазлы. Прикиньте, треугольник, 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 и получится целая птица. Нифига его запаковали. Вот, ребята, вот что можно сделать из треугольников. То есть мне надо всего 6 треугольников, чтобы получилась вот такая игра, в которой лопают по очереди несколько баблов, примыкающих друг к другу. За один ход можно лопать на сколько угодно баблов, находящихся в одном ряду. Кто лопает последний бабл, тот проиграл! Вот такие правила игры. Чтобы сыграть мне в нее, нужно еще как минимум 5 вот таких вот треугольничков. Ого! А баблы-то тут что надо? Бабл, 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 бабл. Этот пупырит настолько крутой, что даже не сразу понятно, где изнаночная сторона, а где лицевая, потому что звук практически идентичный. И только профессионалу его можно отличить. Слышите? Надеюсь, в этой чили. Пишите в комментариях, какая из этих сторон изнаночная, а какая лицевая, какая вот эта, это цифра 1, либо же какая вот эта, это цифра 2. Короче, буду лайкать ваши комнаты. Это, конечно же, пушка, ребята. Максимальная оценка. Продолжаем! Это домик спончбоба! О, божечки! Я так хотела себе пластиковый ананас, причем нормального, адекватного желтого цвета, потому что есть всякие голубые, оранжевые, зеленые. Я их не хотела. Я хотела именно вот такой. О! Он пахнет, как на дубашке. Я так сразу захотела где-нибудь искупаться. О, боже, обожаю. Я прям очень люблю запах на дубашек. Это единственный, наверное, запах, который у меня ассоциируется именно с летом, с жарой. И когда я чувствую его, сразу же хочется расслабиться, почилить, где-нибудь поплавать. О, теперь это мой любимый попыд. Буду его нюхать. Ну и попырит он шикарный. Кручок! Он просто офигенный. Ой, вообще прям кайф. Ребята, это пушка. Это мой самый любимый попыд за это видео. Вот теперь запоминайте. До этого был другой, теперь вот это. Он просто... Ну а мы с вами продолжаем. Как вы думаете, что будет следующим? Я сама не знаю. Это не просто, если что, квадратный попыд. Это квадратный попыд желтого цвета, который светится в темноте. Так нам обещали. Та-да-да-дам! Он, как вы видите, полупрозрачный. Нужно будет сейчас обязательно проверить, светится он в темноте или нет. А сначала проверяем пузырьки. Слушайте, а очень даже круто. Я оставляю этот попыд прямо сейчас на столе под всеми лампами, софитами. Пускай он набирается как можно больше цвета. И в конце видео мы пойдем в темный уголок, чтобы нас никто не уволок. Ну и, конечно же, проверим, будет он светиться или нет. Ну а следующее это... Микки Маус! Почему все Микки Маусы маленькие? Я вот сколько видела всяких видосиков в ТикТоке. У них большие, крупные Микки Маусы. А я что, не закажу? Такие вот муси-пусечки приходят. Ой, какие ушки! О-о-о! Да, ребят, классные. Даже с этой стороны, где не очень пупырь, звук меня прикалывает. Так что этот Микки Маус, несмотря на то, что он малюшка, все-таки очень-очень клевый. Это последнее! Это последнее! Та-дам! Это желтый поп-ит-браслет. Он такой необычный, неонового цвета, похож на цвет маркера. Смотрите, как он присобачивается к столу. Прям приклеился. Прикольно. Это классно! Давайте еще! Погнали! Это было офигенно! Теперь я знаю, ради чего можно покупать поп-ит-браслеты. Теперь мы вот так делаем. И вот так. Ну, прикольно. Я не знаю, как оценивать браслет, но, в принципе, он классно припуривается к столу или припупыривается. Так что оценка будет максимальная. Ну, а теперь погнали проверять, как же светится вот этот пупыт в темноте. Ну что, ребята, надеюсь, вы готовы. Я его заряжаю еще дополнительным светом. Сейчас я выключу фонарик и проверю. Офигеть! Он реально светится! Но причем светится именно в том месте, где был свет. Это так прикольно. Его нужно очень долго заряжать, чтобы он прям полностью светился. И все, уже эффект исчезает. Ну что, ребята, на этом видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр! Всех люблю! И пока!